Спорим, вы не знали, что китайский автобренд NIO первым в мире сделал то, чего не смогла даже Тесла. Они выпускают электрички с батареей, которую можно просто поменять за пару минут на заряженную. А еще их называют китайскими BMW. И не просто потому, что нам нравится их так называть, а потому что это реально крутые тачки. Я Эля, это Борис Хофф Вольт, и мы привезли в Россию самую крупную партию премиальных автомобилей NIO. Сегодня расскажу вам не только про этот флагманский кроссовер ES8, мощностью, кстати, 653 лошадиные силы, но и про другие модели, которые есть у нас в наличии. А пока напомню, что все цены и оснащение этих красавчиков можно посмотреть по ссылке в описании. Также не забывайте подписаться на наш телеграм-канал, там мы публикуем самые интересные новости, анонсы, свежие поступления автомобильных новинок. Подписывайтесь! Начнем с того, что у NIO в Борис Хофф Вольт есть две линейки электричек. ЕЦ – это купе-кроссовер, про них мы расскажем в нашем следующем обзоре, и ЕС – это кроссоверы с классическим силуэтом. Главная фишка всех автомобилей NIO заключается в том, что они максимально похожи друг на друга, то есть вы выбираете не дизайн, а скорее подходящий для вас размер электромобиля. Такая же история, например, с LeAuto, который тоже все путают, а чтобы не путать, переходите по ссылке там в наш обзор. У всех NIO единый фирменный стиль оптики и передней части, который называется X-Bar. Выглядит круто, перепутать ни с чем невозможно. Кстати, умные матричные фары завязаны на основной лидар. Это позволяет с высочайшей точностью менять световой пучок в зависимости от дорожных условий. Сзади сплошной светодиодный фонарь, который растянут во всю ширину кузова. Посмотрите, как плавно разжигается приветственная подсветка. Никаких мультиков, все элегантно, очень по-европейски. Наверное, потому что этот автомобиль и ориентирован на европейский рынок. Давайте покажу, как визуально отличить друг от друга модели NIO ES6, ES7 и ES8. Дизайн практически идентичный, но есть нюансы. ES6 самый компактный, у него арки классической круглой формы и ручки выдвигаются полностью. Это ES7 и ручки у него выдвигаются одним уголком. Здесь более угловатые колесные арки и светодиодный фонарь с небольшими изломами, которых нет у других NIO. Задний дворник в привычном месте, а у NIO ES6 и ES8 он спрятан под задним спойлером. ES8 – это огромный кроссовер с шестиместным салоном и длиной кузова более 5 метров. Очень похож на ES6, только зарядные разъемы расположены не сзади, а на передней панели кузова. Кстати, о зарядке. Емкость батареи у NIO ES8 составляет 100 кВт-часов, а на полном заряде можно проехать около 600 км. Причем используется единый зарядный разъем и для быстрой, и для медленной зарядки. А главное, здесь два электродвигателя, которые суммарно развивают аж 653 лошадиные силы. Ловите самый интересный факт об электричках NIO. Вообще-то батарея здесь не простая, а сменная, то есть можно не заряжать, можно просто приехать на специальную станцию в Китае и просто поменять батарею на новую, заряженную, правда пока только в Китае. Видимо, для тех, кто вечно ворчит про долгую зарядку. Причем это работает так круто, что скоро эти батареи NIO будет выпускать совместно с вашим любимым Zikr. Да, пока эта фишка доступна только для Китая, но все равно круто. Вообще все люди делятся на два типа. Те, кому заходят автоматические двери и те, кому это не нравится. Для вторых, у NIO есть классное промежуточное решение. Когда подходишь к автомобилю, ручки автоматически выдвигаются, а когда просовываешь руку, двери выталкиваются. Доводчики дверей, естественно, тоже присутствуют. Это удобно. А теперь главный вопрос. Почему мы вообще сравниваем NIO с BMW? Во-первых, это очень и очень быстрая электричка. Разгон до сотни в Sport Plus здесь составляет всего четыре секунды. Просто представьте, вот я сейчас почувствую, а вы пока представьте, чуть-чуть придавливаешь педаль акселератора и эта огромная махина, больше пяти метров, ускоряется, просто в космос улетает. Причем, если вы вдруг дали кому-то свой автомобиль поездить, вот этот автомобиль, то здесь есть гостевой режим вождения и можно в нем ограничить мощность. Вообще здесь сразу 10 режимов вождения. Из них, кстати, два спорта. Спорт обычный и Sport Plus. В обычном спорте машина разгоняется до сотни за 6 секунд, в Sport Plus за 4. Есть еще различные варианты дорожного покрытия. Вот у нас сейчас мокрый снег и поездим в нем. Вторая причина, по которой этот автомобиль сравнивают с BMW, это классная породистая управляемость. Если проводить аналогии, то это, наверное, электрический BMW X7. Есть двухкамерная пневмоподвеска, которая не дает автомобилю крениться в поворотах. Если, например, Лисян, это про плавность, про комфорт, то этот автомобиль заставляет ехать по BMW. А послушайте, как здесь тихо. Здесь работает система активного шумоподавления, двойные стекла и классная обтекаемость кузова. Кстати, коэффициент аэродинамического сопротивления здесь всего 0,25. Давайте попробуем Sport Plus. Вот мне так приятно, кайфово, что руль потяжелел сразу, мне привычнее так. Нет ощущения, что ты едешь на большой 5-метровой машине. Мне, как владельцу мини, суперкомфортно ехать. Я не понимаю, что я еду на огромной машине, мне прям кайфово. Очень хорошо отрабатывает лидар, причем достаточно четко отрисовано. Если рядом стоит грузовая машина, то он рисует грузовую машину. Вообще здесь 33 датчика, которые контролируют все вокруг и мне очень нравится, как работает лейнасист. Обычно я, когда сажусь в машину, сразу его отключаю, а здесь он очень мягкий, ненавязчивый, не затягивает меня обратно в полосу, просто вибрирует и звуковой сигнал издает, чтобы предупредить, что я делаю что-то не так, что я перестраиваюсь без поворотника. Если сравнивать этот автомобиль с привычными, похожими электрическими, то можно сравнить его с Зикром. Это был первый автомобиль, который не вызывал таких откровенных азиатских ощущений и всем зашел. Вот эта машина вызывает еще меньше таких ощущений и если ваш вкус был всегда ориентирован на европейские бренды, то вот это оно то самое. В качестве наблюдения у нас сейчас запас хода 334 километра и заряд батареи 59 процентов. Это значит, что заявленные производителем 600 километров на полной зарядке выглядят вполне себе правдоподобно. Я думаю, что NEO ES8 будут сравнивать с Li L9 по цене, потому что это похожая концепция, похожий размер, но нужно не забывать, что NEO это более премиальный сегмент и аналогия напрашивается все-таки другая. Нужно сравнивать его скорее с премиальными и причем заряженными версиями немецких автомобилей. Это M, AMG, RS, потому что она едет также, она такая же заряженная. И вот тут NEO выглядит уже куда более приятно по цене. Ну и третья причина аналогии с немецкими премиум брендами это роскошный цифровой интерьер, сдержанный для понимающих. Хай, Номи! А это милый голосовой помощник, который живет во всех автомобилях NEO. В целом никаких лишних деталей, но при этом салон выглядит дорого. Не имитация кожи NAPA, а настоящая NAPA тонкой выделки. Шпон из натурального ротанга, плюс пастельные цвета отделки и металлические детали фурнитуры в цвете Sunrise Silver. Как вам такие сочетания? Самая необычная фишка это селектор управления режимами езды. Обычно это или классический рычаг, или селектор на рулевой колонке, а здесь вот такой необычный качающийся лепесток. Реверс, драйв и паркинг активируются кнопкой сбоку. Хай, Номи! Ну и мое любимое! Перед водителем огромная проекция 16,3 дюйма, лаконичная цифровая приборка и большой центральный AMOLED-экран. Никаких плясок с интерфейсом, разбираешься за 2 секунды. Во-первых, здесь с завода установлен английский язык, а во-вторых, все меню устроено логично по автомобильному. Слева управление функциями, снизу пятизонный климат-контроль. Все, чем можно управлять с экрана, управляются с экрана. Каскадная подсветка, круговой обзор, режимы вождения и сидения. Это вообще отдельная тема, давайте покажу, как тут все устроено. Чтобы попасть на третий ряд, нужно нажать одну кнопку и сидения среднего ряда складываются. Спинки третьего ряда, кстати, регулируются с помощью электропривода. Место сзади примерно как в L9, плюс своя отдельная зона климата. На среднем ряду настоящий лаунж. Кресло повышенной комфортности с регулировками аж в 22 направлениях, подогревом, вентиляцией и массажем. А посередине центральный бокс с беспроводной зарядкой и холодильником. Само собой, спинки третьего ряда можно сложить автоматически и из багажника тоже, причем в ровный пол. Но самый кайф – это кресло переднего пассажира с положением Zero Gravity. Активируем его в меню и наблюдаем магию. Спинка опускается, подушка поднимается, а еще выдвигается опора для ног и специальная подставка. Получаем абсолютный релакс и ощущение невесомости. Ну что, расскажите в комментах, как вам нео. Не забудьте написать, как сильно он не похож на BMW, а лучше приезжайте к нам в Boris Hoff Volt на тест-драйв, чтобы все проверить самостоятельно. И подписывайтесь на наш канал, скоро расскажем про другие нео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok